Филлис Дороти Джеймс. Неестественные причины. Книга первая. Суфолк. Один. Тело без рук лежало на дне маленькой шлюпки, качавшейся на волнах недалеко от суфолкского берега. Труп мужчины средних лет облегал саваном темный полосатый костюм точно по фигуре. Туфли ручной работы сохранили блеск, не считая легких потертостей на носках. Выпирающий кадык был подперт шелковым галстуком. Этот мореплаватель поневоле оделся перед смертью для выхода в город, позаботившись о каждой мелочи. Уплыть в одиночку в открытое море не входило в его планы. Тем более погибнуть. Остекленевшие глаза отражали редкостные голубизны октябрьские небеса с подгоняемыми юго-западным ветром клочками облаков. Северное море мерно покачивало дощатую скорлупку без мачты и уключен, отчего голова мертвеца поворачивалась то вправо, то влево, как в беспокойном сне. Лицо мужчины, непримечательное и при жизни, после смерти приобрело прискорбную бессодержательность. Ветерок шевелил над шишковатым лбом редкие светлые волосенки. Нос был таким узким, что острая белая кость грозила прорвать кожу. В маленьком разинутом рту с тонкими губами белели два выступающих передних зуба, отчего мертвец походил на зайца, позволившего себе перед смертью презрительную усмешку. Застывшие в смертной судороге ноги находились по одну сторону от кожуха выдвижного киля. Обрубки рук покоились на банке. Кистей не было, как и луж крови. Только черные запекшиеся полоски на поросших светлым волосом локтях и пятна на банке. Похоже, она послужила колодой для отрубания кистей. И больше никаких следов крови на теле и в шлюпке. Правую руку обрубили чисто, о чем свидетельствовала белизна лучевой кости. С левой рукой вышло хуже. Обрубок заканчивался ошметками плоти с острыми, как иглы, костяными обломками. Перед рубкой рукава пиджака и манжеты рубашки закатали. Золотые запонки с инициалами повисли и, медленно вращаясь, отражали лучи осеннего солнца. Выцветшая шлюпка с шелухой облезающей краски на бортах смотрелась в пустынном море, как брошенная игрушка. Одиночество картины нарушал лишь причудливый силуэт каботажного судна, державшего курс на ярмут. В два часа дня небо пересекла в направлении суши черная точка, тянувшая за собой облачный шлейф, и воздух взорвался от рева двигателей. Рев стих, и снова воцарилась тишина, нарушаемая плеском воды оборта шлюпки и редкими криками чаек. Внезапно шлюпка содрогнулась, медленно завращалась и, словно подхваченная течением, стала приближаться к берегу. Черноголовая чайка, легко спланировавшая на нос шлюпки и застывшая там, как скульптур над водорезом, недовольно вспорхнула и с возмущенным криком закружила над телом. Шлюпка медленно, но неумолимо, несла к берегу сквозь пену прибоя свой страшный груз. Два В два часа пополудни того же дня старший инспектор Адам Делглиш медленно въехал на своем автомобиле Купер Бристоль на поросший травой холм и через минуту вошел в северный предел церкви Блитберга, одной из красивейших в Суфолке, встретившей его холодной серебристой белизной. Он ехал на мыс Монгсмир, что к югу от Данвича, чтобы провести десятидневный осенний отпуск с незамужней тетушкой, единственной своей еще живущей родственницей. Блитберг стал его последней остановкой. Адам Делглиш покинул свою лондонскую квартиру до того, как город проснулся, и вместо того, чтобы направиться на Монгсмир напрямик через Ипсвич, двинулся на север через Чалмсфорд, чтобы въехать в Суфолк через Садбери. После завтрака в Лонг-Мелфорде он повернул на запад, именовав Лейвенхем, медленно покатил по избежавшему загрязнению и вульгарному приукрашиванию графству, любуюсь зеленью и золотом пейзажей. Настроение у него было бы подстать этому чудесному деньку, если бы не постоянное беспокойство. Делглиш сознательно тянул до отпуска с важным шагом в личной жизни. До возвращения в Лондон ему предстояло решить, делать ли предложение Дебори Риско. Вопреки логике, решение принималось бы легче, если бы он заранее не знал, каким будет ее ответ. На нем полностью лежала ответственность, менять ли нынешний удобный статус-кво, по крайней мере удобный для него, с тем, что Дебора теперь счастливее, чем год назад, можно было поспорить. На обязательство, которое для обоих станет бесповоротным, независимо от исхода. Мало какие пары так несчастливы, как те, которые из гордости не признаются в своем несчастье. Кое-какие опасности были ему известны. Адам знал, что его работа внушает Деборе неприязнь, даже ненависть. Неудивительно и даже само по себе неважно. Работа его выбор, и он никогда ни от кого не требовал одобрения или поощрения. Однако страшно было представить, что любую задержку на работе, любую непредвиденную случайность впредь придется предварять извиняющимся телефонным звонком. Прохаживаясь под восхитительными балочными сводами церкви и вдыхая типичное англиканское сочетание ароматов, мастики, цветов и ветхих молитвенников, Адам подумал, что получил то, чего желал, именно в тот момент, когда заподозрил, что больше этого не хочет. Столь банальная развязка не могла надолго расстроить умного человека, разве что ненадолго вывести из равновесия. Его пугала не утрата свободы. Больше всего причитают по этому поводу как раз наименее свободное. Гораздо труднее было смириться с потерей независимости. Принять расставание с физической приватностью и то было нелегко. Поглаживая резной аналой 15 века, Адам пытался представить жизнь в квартире в Куинхите, нос к носу с Деборой, превратившейся из нетерпеливо ожидаемой гости, в часть его жизни, законную, сертифицированную, ближайшую родню. Неудачный момент решать личные проблемы. В Скотланд-Ярде произошла крупная перетряска с неизбежным нарушением устоявшихся связей и рутины, вызвавшая поток слухов и жалоб. Работы, правда, меньше не стало. Большинство начальствующего состава трудилось теперь по 14 часов в сутки. Его последнее дело, успешно раскрытое, было особенно утомительным. Расследование убийства ребенка превратилось в охоту на человека, именно в то, чего Адам терпеть не мог и для чего менее всего подходил по характеру. Это была упорная проверка фактов на виду у прессы, в обстановке ужаса и истерии, охвативших округу. Родители ребенка вцепились в него, как утопающие в спасателя, свою последнюю надежду, и он до сих пор почти физически ощущал тяжесть их безутешности и вины. Адам должен был выступать одновременно утешителем и отцом-исповедником, мстителем и судьей. Ничего нового в этом для него не было. Он не чувствовал личной вовлеченности в их горе и был, как всегда, силен как раз этой отстраненностью, подобно тому, как многие его коллеги, столкнувшись с таким же преступлением, были бы сильны именно противоположным, яростным, самозабвенным сопереживанием. Однако его все еще не отпускало напряжение того дела, и осенним ветрам суфолка предстояло изрядно потрудиться, чтобы изгнать из памяти Адама тягостные картины. Ни одна благоразумная женщина не могла ожидать от него предложения руки в разгар подобного расследования. Вот и Дебора ничего подобного не ждала. То, что он нашел время и энергию, чтобы за несколько дней до ареста подозреваемого закончить вторую книгу стихотворений, не подлежало обсуждению. Ужас мешал ему признаться даже себе, что сомнительный талант может служить извинением, эгоизму и инерции. В последнее время Адам был недоволен собой и надеяться, что отпуск пойдет ему на пользу, не следовало. Через полчаса он осторожно закрыл за собой тяжелую дверь церкви и проделал последние несколько миль до Монксмира. Адам предупреждал тетю в письме, что приедет примерно в половине третьего, и теперь понимал, что, скорее всего, успеет. Если тетя выйдет в это время из дома, то увидит на мысу приближающийся Купер Бристоль. Он с любовью представлял ее высокий угловатый силуэт у калитки. В истории ее жизни не было ничего необычного, и Адам угадывал ее содержание по неосторожным обмолвкам матери, частично просто знал как факт собственного детства. Ее жених погиб в 1918 году, всего за полгода до перемирия, когда она была еще молоденькой девушкой. Мать, хрупкая и избалованная красавица, стала худшей женой, какую только можно было придумать для эрудированного сельского священника. Она сама часто в этом признавалась, полагая, что откровенность послужит оправданием и извинением очередному приступу ее эгоизма или эксцентричности. Она терпеть не могла зрелище чужого горя, хотя бы на время делавшее других интереснее ее. К гибели молодого капитана Мескелла отнеслась серьезно. Каким бы тяжелым ударом это ни стало для ее чувствительной, необщительной и довольно неуживчивой дочери, ни у кого не должно было возникнуть сомнения, что мать страдает еще сильнее. Через три недели после похоронной телеграммы она умерла от инфлюенции. Вряд ли в ее планах было заходить так далеко, но подобный результат пришелся бы ей по душе. Безутешный муж за одну ночь забыл про раздражение и тревоги своего брака, сохранив в памяти только ее жизнерадостность и красоту. О том, чтобы он снова женился, и подумать было нельзя, и он оправдал ожидания. Джейн Делглиш, о трагедии которой всем теперь было не досуг вспоминать, заняла место скончавшейся матери и оставалась хозяйкой в доме отца, приходского священника, до его выхода на пенсию в сорок пятом году, а потом еще десять лет до самой его смерти. Она была очень умна, и если ее даже не устраивала никогда не менявшаяся рутина домашних хлопот и приходских дел, предсказуемая и неизбежная, как литургический год, ни разу об этом не обмолвилась. Ее отец был настолько уверен в высочайшей важности собственного призвания, что ему не приходило в голову считать излишними чьи-либо усилия на том же поприще. Джейн Делглиш заслужила среди прихожан уважение, но не любовь, делала все, что от нее требовал долг, и находила утешение в изучении жизни пернатых. После смерти отца, опубликованные ею работы, опиравшиеся на тщательные наблюдения, принесли ей кое-какую известность. Со временем то, что приход снисходительно именовал «маленьким хобби» мисс Делглиш, превратила Джейн в одного из самых уважаемых орнитологов-любителей. Пять лет назад она продала свой домик в Линкольншире и приобрела Пентландс с каменной коттедж на краю мыса Монксмир. Здесь Делглиш и навещал ее два раза в год. Это были не просто обязательные визиты, хотя он ощущал бы за тетю ответственность, не будь она настолько самодостаточной, что порой бывало стыдно проявлять к ней даже тепло, выглядевшее оскорблением. При этом их теплые чувства были взаимными, о чем знали оба. Он уже предвкушал встречу с тетей, как и гарантированное удовольствие от отдыха на Монксмире. В широком очаге будут полыхать подобранные на берегу и высушенные ветки, распространяя аромат на весь дом. Кресло с высокой спинкой перед камином некогда стояло в кабинете его отца, в доме викария, где он появился на свет, и кожная обивка пахла детством. Адама ждала спальня со спартанской обстановкой, в окно которой можно было любоваться морем и небом. Удобная, хоть и узковатая кровать с простынями, слегка пахнущими древесным дымком и лавандой. Вдоволь горячей воды и длинная ванна, где высокий мужчина мог растянуться во весь рост. Сама тетка тоже была высокая, и ее представление об удобстве было вполне мужским. Его встретит чай у камина, и горячие тосты с маслом и с мясом. А главное, никаких трупов, даже разговоров о них. Адам подозревал, что Джейн Делглиш находит его выбор профессии странным. Вряд ли она считала достойным умного человека зарабатывать на жизнь поимкой убийц. К тому же была не из тех, кто изображает вежливый интерес к незанимающему его предмету. Джейн не требовала от племянника ничего, даже привязанности, а потому была единственной на свете женщиной, в обществе которой ему было по-настоящему спокойно. Он точно знал, что преподнесет ему этот отпуск. Они будут гулять вдвоем, часто молча, по влажной полосе плотного песка между пеной прибоя и намытым волнами галечным гребнем. Адам взвалит на себя ее принадлежности для рисования, а Джейн опередит его, и грея руки в карманах жакета, станет высматривать неразличимых на гальке пташек-каменок и следить за полетом крачек и ржанок. Спокойствие, отдохновение, полное отсутствие обязательств. По прошествии десяти таких дней он вернется в Лондон полным сил. Теперь Адам ехал через лес по дороге, обсаженной стараниями лесного ведомства темными елями. Ему не терпелось почувствовать запах моря, привкус соли привлекал его больше, чем горький запах хвои. Он все больше воодушевлялся, как ребенок, возвращающийся домой. Лес закончился, густая зелень елей сменилась мазками цвета морской волны, полями с оградой с колючего кустарника. Потом и поля остались позади, и дорога запетляла среди утесника и вереска пустошей, предварявших Данович. Достигнув деревни, Адам свернул направо и стал медленно въезжать на холм, минуя стену разрушенного францисканского монастыря. Как вдруг раздался автомобильный гудок и мимо пронесся обогнавший его ягуар. Над темноволосой головой взметнулась в знак приветствия рука, и машина с прощальным гудком скрылась за поворотом. Оливер Лэттем, театральный критик, прикатил на уикенд к себе в коттедж. Делглише это ничуть не огорчило, Лэттем приезжал в Суффолк не для общения. Как и другой ближний сосед, Джастин Брайс, он использовал свой коттедж как убежище от Лондона, а то и вообще от людей, хотя наведывался на Монксмер реже Брайса. От одной двух встреч с Лэттемом у Делглише осталось впечатление какого-то беспокойства, напряжения, качеств, которые не устраивали его и в собственном характере. Лэттем был известен любовью к гоночным автомобилям и к быстрой езде, и Делглиш подозревал, что ему приносит облегчение именно дорога до Монксмера и обратно. Непонятно, зачем ему нужен коттедж, он бывал здесь редко, никогда не привозил сюда своих женщин, не пытался обставить и обжить дом и использовал его как стартовую точку для поездок с ветерком по округе, иррациональных, с оттенком безумия, явно служивших эмоциональной разрядкой. Увидев на изгибе дороги коттедж Розмари, Делглиш прибавил скорость, надежды проскочить незамеченным не было. Проносясь мимо коттеджа, он успел заметить лицо в окне верхнего этажа. Что ж, этого следовало ожидать. Селия Колтроп возомнила себя старейшиной маленького сообщества на Монгсмере и присвоила себе ряд обязанностей и привилегий. Если ее соседи по оплошности не уведомляли ее о перемещениях, не говоря о гостях, то она была готова взять выяснение происходящего на себя. Острый слух улавливал приближение машин, расположение ее коттеджа, перекресток проселка, петляющего по пустоши и дороге из Данвича, позволяло ничего не упускать из виду.